Го петь песню о важности творчества. Вот апельсин. Похож он на лицо. Почему тогда я не вижу его? Просто в креативности ты не мыслишь ничего. Зацените мой причесон. Самовыражаться помогает мне он. Зырьте теперь на облака. Здесь шляпа, кошка и прочая ерунда. Клоуна портрет я нарисовал. Давай по новой, охуя. Теперь веток наберите и выложите цвета. Синий. Красный. Зелёный. Зелёный цвет, бог и не креативный. Слушайте сердце и голоса в голове. Давайте ребята проявляйте креативность. Да забейте на это. Время для песни. А это ещё кто? Будущего нет, прошлое позади. Время 9, пора мыться идти. Время идёт, только вперёд. Для прыжка в прошлое настал черёд. Сейчас не время. Нас передача ждёт. Да мне плевать. На викторианскую эпоху ты посмотри. Кольца у дерева посчитай изнутри. Не буду обучать вас, как время тратить с умом. Лучше заставлю смотреть на весь этот дурдом. Рыбишка повсюду. Рыбишка повсюду. Время важно. А что если времени не существует? Не пали контору. А теперь сгнивайте заживо. Кажется его что-то расстроило. Время для утешающей песенки и промывания мозгов. Бывало ли в твоей жизни так, что окружали тебя лишь ненависть и мрак? Но дай руку мне, и узнаешь ты, о такой прекрасной вещи как любви. Для любви всегда в мире найдётся уголок. Вся твоя проблема лишь в том, что ты одинок. А теперь пошли я познакомлю тебя со своими друзьями-культистами. Смотри, наш жёлтый чудик в облаках витает. Может нам догнать его? Да, но у нас тут хавчик пропадает зазря. Добро пожаловать в мой культ любви. Но в оригинале ты не говорил мне про культ напрямую. Да какая разница. Все зрители уже поняли, что речь идёт про культ, скрывать уже нечего. Ну вот мы и поели, теперь можно и поискать нашего жёлтого чудика. Любовь, 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 любовь. Не разбазаривай свою любовь на всех подряд. Прибереги её для своей избранницей. Так ты ж минуту назад сказал любить всех и вся. Избранница, избранница, избранница. А это наш царь-бог. Его нужно кормить гравием, а то он может рассердиться. Ты даже нормальную массовку не смог найти, Рой. А теперь женись. Как поспал, братишка? Я тебе покушать принёс. Я родился. А вы гонку, а я вы гонку. Вот бы мы могли узнать больше о мире. Вот бы только можно было бы получать больше информации об этом. Я компьютерный чел. Помоги нам ответить на наш вопрос, а то этот чёртов глобус Ви. Я умный чудак. Счёт и печать. Время с инфой показать. Умным как я запросто стать. Коль цифровой вид... Принять. Хотел бы я стать как комп умным сейчас. Комп вообще-то уже есть у нас. А теперь гоните мне ваши личные данные. Заткнись. Метро ж меня... Добро пожаловать в мой дом цифровой. Вау, мы компьютерные. Всё из-за. Да ладно, наши спрайты абсолютно не поменялись. И чем нам себя занять? В виртуальном пространстве вам не придётся скучать. Стоп. Что-то не так. Чего-то не хватает. Ты голоден? Нет. Ты похудел? Да пошёл ты. Смотрите, а вот и офигенная еда. Сожрёшь её, и зубы серыми станут у тебя. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну вот, теперь и еда разговаривает. Давайте станем здоровыми. Тело. Это маленький дом. Органы в комнатах разных располагаются в нём. Полезная еда остаётся на посиделке. Плохую выгоняют через кошачью лазейку. Но это бессмысленно. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Алло. Смотрите, а вот и офигенная еда. Сожрёшь её, и десна серыми станут у тебя. Что-то всё равно не так. Конечно, мы же ведь не дали вам порцию типичных вредных учительских советов. Жрешь хлеб, сливки, сметану и холодец, ты молодец. Жрешь мясо, фрукты, овощи и желток. Твое здоровье пойдет наискосок. А нет, все сломалось. Я больше так не могу. Сметаной это залей. От которой твои зубы черней. Так ты же. Молчи. Ты и так слишком выбился из образа. Даже для пародии. Не ешь из тарелки чужой. Доброй ночи, чуваки. Я буду скучать. Спать это глупо. Нет. Но ты даже не знаешь, как видеть сны. Я не хочу еще один очередной урок со стремным учителем и его вредными советами. Сны. Сны. Это как кино. В мозгу твоем оно. Можешь ты смотреть, как скачешь на пони. Или же тонешь в предсмертной агонии. Нет. Хватит пи-си-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Культурно. Го петь песню о важности творчества. Вот апельсин, похож он на лицо. Почему тогда я не вижу его? Просто в креативности ты не мыслишь ничего. Проваливай отсюда. Офигенное пение. Может присниться, что друзей больше нет. Время это носимый на руке инструмент. Это меня убивает. Я компьютерный чел. Ты не понимал, почему весь мир так помрачнел. От мороженого мяса серыми станут зубы. Брось это. Рыбешка повсюду. Что? Где я? Интересно, что произойдет? Го петь песню о важности творчества. О, ши. И мы снова. Это не наш дом. Почему мы связаны? Почему мы находимся в доме моего отца? Я не думаю, что это дом твоего отца. Кто бы ни был хозяином этого дома, он тот еще грязнуля. Тут пахнет чем-то крысиным и бензином. А вот и хозяин дома. Я бы на твоем месте убрался бы тут. Мне это не нравится. Если вы смотрите это, это значит, что нам нужна ваша помощь. Или нас по кусочкам отправят в конверт. Для того, чтобы рассказать настолько уникальную историю, нам нужно быть такими же уникальными в нашем подходе. И для того, чтобы рассказать настолько уникальную историю, нам нужно было проявить такой же уникальный подход. Используя сочетание тряпичных кукол, мультфильмов и фланелей, мы действительно можем проявить себя на каждом этапе производственного процесса. Снова приснился тот же самый кошмар? Да. Все хорошо. Это просто лишь дурной сон. Тот кошмар, через который мы прошли втроем на съемках того странного шоу, давно закончился. Не беспокойся. Я и швабра головы не допустим, чтобы этот страшный лохматый псих или рой навредили тебе. А что насчет людей? Ну те, у которых кожа сделана из настоящей кожи, а не из ткани. Мы уже это обсуждали. Настоящих людей в нашем мире не существует. Они только в сказках. Просыпайтесь, это начало нового дня. И в этот день именины у меня. А вот и я, второй из троицы. Живу я в доме с веселой рожицей. Я третий из них. Живу тоже в доме там. И каждое утро мы эту песню поем. Доброе утро, мистер Ярья. Доброе утро, миссис Гренальд. Просыпайся, мэр свинолицы. И скажи, что все в порядке. Открывай! Его там нет. День рождения испорчен. У нашего дома больше нет веселой рожицы. Всем по***ть на это. Мэр пропал. Безопасность. Это ключ к успеху. Ну ты то хоть знаешь, что случилось с мэром. Я хз. Но ответь мне. Ты любишь свой город? Я люблю свой город. А готов ли ты защитить его? Они чужие. Они прячутся за углом. Возятся с дверным замком. Наступают нам на пятки из-за них. Наш город не в порядке. Если что, то ценное есть у вас лучше это. Скрыть от посторонних глаз. Но мы же мэра должны искать. Да ты достал меня перебивать. След мэра я взял. За ним я погнал. Ну и кто тогда предотвратит гниение этого городка? Мы сами сможем это сделать. Эта утка точно знает, как обезопасить наш город. Давайте сделаем этого пернатого нашим новым мэром. Хорошо, что мы не во вселенной Five Nights от Фредди. Мы просто закроем все двери в городе и все мы будем в безопасности. Какой же я хороший мэр. А как же пропавший старый мэр? Впрочем, раз город в порядке, давайте праздновать мою днюху. Как же я тебя ненавижу. Он может быть в этой самой комнате. Он может быть тобой. Он может быть мной. Ну и где мне его искать? Даешь всем систему безопасности на халяву. Плохой мэр и металлическая палка испортили мой подарок. Ты знаешь, они не могут контролировать нас вечно. Кто ты? Не такой, как ты. Знаешь, что я скажу этому новому мэру? Пускай он идет со своими правилами в ж... Вау, ты так крут. Хочу стать таким же. Но, если ты реально хочешь стать крутым плохим парнем, то тебе надо бухнуть молока со вкусом говядины. А да, этот скин будет покруче, чем серьезный желтый. Добро пожаловать в мир за пределами системы. Стой, ты ведешь себя как вандал, а не как панк. Хакуна Матата. Я был мэром когда-то. Хакуна Матата. Теперь моя с краю хата. О, бред! Секюрити элайт, секюрити элайт! Долой нового мэра и злого металлического дядю. А может лучше просто выпьем еще молока? Похоже, что мы опоздали. Ну вот мы и встретились, мистер новый мэр. Пришло время покончить с этой тиранией безопасности. Ну а потом приходит молочник. Желтый толкает его прямо на сервер, управляющий системой безопасности. Происходит короткое замыкание из-за молока. Сервер выходит из строя. И в итоге все спасены. А затем все идут в дом троицы с веселой рожицей и празднуют день рождения желтого. Давай по новой. Кряква. Охуя. А что не так то? Во-первых, это не пройдет никакую цензуру. Во-вторых, ни один спонсор не подпишется на это. В-третьих, мы же понимаем, что незапонятный и простой сюжет полюбили Don't Hack Me I Am's Corred. Значит так, пишем сценарий на 6 серий по 20 минут, где главным лейтмотивом будут все-таки уроки, а не пропажа какого-то науныма. У нас как бы проблема, мы уже потратили бюджет и сняли пилотный выпуск без твоего ведома. Срочно удалите пилот, пока его не слили в сеть. Уже утро. И что теперь нам делать? Чё? Я хочу знать, какая хрень сегодня произойдет. Ничего. Ничего? Нам нужно срочно что-нибудь сделать. КАКУС БАС! Ты куда? На работу. У меня сегодня дел вагон и маленькая тележка. Вагон и маленькая тележка? Ух ты. Запиши нас на три работы. А как же день ничего не деланье? Можешь быть тем, кем захочешь сам. Печатай на клаве, пинай мячик к вратам, бей молотком, деревья руби. Построю я криптовалюту на уважении. Пока на расслабоне, на чиле. Хочешь быть безработным, как мой брат-неудачник? Опубликуйте мой роман. Мог бы я стать профессиональным бойцом. Мог бы я стать мороженого продавцом. Или стать рабочим на заводе. Кто-нибудь видел говорящий портфель? Как нам свалить отсюда, бездельники? Да, вы позвонили на запчасти сыновья и друзья Петерсона Лимитит. Что делаешь? Делаю детали. И как нам уйти отсюда? Прости, но я работаю. Иди лучше над сайтом работать. Хватит налаживать с ними контакт, нам пора валить отсюда. Нет, ничем не могу вам помочь. Я здесь не работаю. До свидания. Да, сэр, да, сэр. Почему меня называют сэром? Ты здесь начальник. Ты можешь делать всё, что угодно, даже увольнять. Увольте меня, увольте весь мир Техника безопасности превыше всего Бла-бла-бла-бла-бла-бла Да ну вас Тебе чего надо, не видишь, я занят Занят, мы здесь максимум 9 минут Иди к психологу, у меня много важной работы Важная работа, тут все только фигнёй страдают Делая детали, перерабатывая их в подобие серого пластилина И снова из него делая детали Он не имеет права так с тобой говорить Ты просто мне завидуешь Чему, как ты отвечаешь на звонки Это может делать кто угодно Хватит, боюсь, что мне придётся отпустить тебя Отпустить? В смысле? Вы руки не вымыли Пофиг, кто-нибудь другой помоет Трудимся дальше Проблемы на работе? 7800 555 3535 Проще позвонить, чем что-то самому решать Как прошёл день? Плохо, я потерял работу Пора изменить ваш настрой и избавить от стресса Думай о кубах Ну уж нет Прошепчите ваши жалобы в пасть собаки Я думаю, что мне лучше идти работать О, новенький, го, подписывать открытку Ок Сегодня мы проводим на пенсию самого лучшего работника Проработавшего здесь 40 лет Разумеется, с ним рядом его прекрасная жена Клэр и их милая дочь Дженни Мы не этим должны заниматься Можешь почту разносить Или картины создавать Быть кузнецом Или проблемы подавленных решать Ты можешь быть кем захочешь Моя рука Моё дитя У меня больше нет шнура И я снова дрыщ Что это было? Я маслину поймал Что ж, я мёртв Что? Я определённо мёртв А я мёртв? Нет, только я Да не, не может быть Кто-то завидует Пора переодеться в воскресный наряд Кто из вас мёртв? Может быть ты? Нет Я мёртв Значит только он Я подумал, что я тоже мог бы умереть Он не похож на мёртвого Если не верите, можете позырить своё удостоверение личности Желаешь узнать о... Нет Я надеялся, что я мёртв Как и старина крякла Не глупи Ты умрёшь не скоро Что дальше? Охраны Нужно быть готовыми к особенному дню Вырезать флажочки и испечь пирог Настоящий праздник получит наш дружок Одеться понаряднее Надеть умные ботинки Надо разобраться, какой галстук бы мне выбрать Сделать прическу Зубы почистить Погладить носки Поляну накрыть Открытку положить в конверт Да блеска всю посуду помыть Приготовить всё для мясного пирога Ох чёрт, сейчас же церемония Привет, ребята Прекрати болтать Не забывай, ты мёртв Ой, извините, какой же я глупый Почему здесь написано, Дэвид? Это имя того булыжника позади меня Чего? Там же должно быть твоё имя Упс, исправить это уже нельзя Теперь время милой прощальной речи От лучшего друга Я твой лучший друг? Да, мы близки Я оставляю тебе все свои вещи Я мог бы прочитать речь Ты мне не нужен Мне нужен мой лучший друг Просто говори от сердца Он славный парень и каратыш Прекрасная речь Теперь вы пойдёте домой Нет, не ты Ты мёртв Я говорю Теперь здесь нас лишь двое Да, пока третий не вернётся Не, я думаю, что он останется лежать в той яме Верно, останется Да брось Всё равно он нам никогда не нравился Привет, как вы держитесь? Хотите сэндвич? Платочки? Сэндвич в платочке Вы кто такие? Мы друзья Дэвида Мы тут просто скорбим Но его звали вовсе не Дэвид Я вас не звал Идите Как думаешь, что происходит с нами, когда мы умираем? Никто точно этого не знает Кто-то думает, что мы попадаем в новое место, наподобие рая Некоторые считают, что мы возвращаемся в новом воплощении Но мне кажется, что после смерти мы попадаем в чистилище, где мы заново переживаем свои жизни Что ж, как насчет миссис Грелч? С кема? Счастливчик ему Нет, мне никто не нравится из этих клише Я хочу вернуть старого друга Тьфу, 3D модель Ты уж извини его Он просто расстроен из-за потери Ну раз ты уж один из главных, запомни несколько правил Бронируй телефон заранее Едой мы не делимся, но кошелек у нас общий Только не говори мне, что теперь он один из главных героев Ничего не изменилось Нас все еще трое Отлично, и что теперь? Ну типа все, я полагаю А мне что делать? Го играть Вот это наша гостиная Вал О, какой стул! Надо бы посидеть! Эй, это его стул А где ему еще сидеть? Чем бы заняться? Ну обычно мы сидим здесь и иногда ходим на кухню О, и у нас будут приключения? Да Мы примем все, что дает нам жизнь Раньше я был не больше, чем обычная клякса Хватит! Можно хотя бы здесь не будет этой песни с розовыми соплями Просто сиди тут, и что-нибудь да и произойдет А там что за дыра? Мы не говорим об этом пространстве Мир полон чудес Это не так, мир не такой бес Бес Все с меня хватит Теперь ты сам по себе Лежи тут и предавайся воспоминаниям Воспоминаниям? Все здесь о нем напоминает мне Я все еще слышу его голос в голове Помню как об армии он говорил со мной И как мы смеялись над покрытой моей сыпью спиной Помню, на прогулку он надевал свое пальто Но теперь я гуляю сам по себе без него Тут написано, что я мертв Не, это старая газета Я откопал старину Я думал тебе надо лежать в земле Мертвым быть скучно Кто это? Мы не думали, что ты вернешься То есть вы заменили меня на это? Что ж, теперь нас четверо Квартет не катит, нас трое Угадайте, что я нашел в кладовке Суп? Лоп Пачку чадлда лопс Угадал Наконец-то нормальная еда! Стой, а как же еще одна попытка? Но я же уже угадал А зрителям интересно узнать все варианты Ну допустим рис Неправильно А теперь давайте поедим вкусняшек Открывай! Не могу Может съедите полезные еды? Вот бедолаги, не видать им хавчика Это семейная пачка Для семьи Мы же и так семья Наш любимицы Два батя Я даже храню фотки в кошельке как батя Так это ведь не ваши фото Если мы не семья Тогда что мы такое? У меня есть семья Твой стрёмный долговязый биологический отец не в счет Почему вы так одержимы семьей? Это же просто слово Всего лишь слово! Что значит слово семья? Д. Дружба С. Советы К. Команда С. Стационарный телефон О. Общая кровать и ванна Г. Готовка для всей семьи П. Прически или порядки в семье В. Верность Две Б. Близнецы Д. С. К. С. А. Г. П. В. Б. 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 Л. Р. Р. Ж. 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 З. С. Нет такого слова Семья это больше чем одно слово Б. Как нам посмотрим на настоящую семью Мы наконец поедим вкусняшек И мы позабудем о нашей жалкой жизни Индийский чай Грузинский чай Батюш. Дай пикник 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 класс мы тоже ходим на пикники никакой болтовни во время фильма а вот наше семейное древо вот в рамках круто ты что забыл ради чего мы сюда пришли а это кто дядя хочу видеть своего дядю могу ли я стать частью вашей семьи вот это тостер а это хлеб и ваш сынок теперь обед вот это я и снова я я сам себе счастливая семья где остальные с которыми я пришел да не вы а швабра головы скряк вы не думаю что я должен измеряться на вашей семейной стене не люби ты почти частью вашей семьи левее вот ты где выпустите меня отсюда я хочу домой мамочка проснулась я не ваша мать вашу мать мы снова настоящая семья и мы снова имеем право на семейную скидку я хочу заказать семейный набор значит ты не захотел остаться со своей новой семьей вряд ли это вообще было семьей что насчет тебя не хочу об этом говорить кто вообще сказал что мы не семья может быть семья это просто коллектив который заботится друг о друге хорошо сказано в этот раз мы точно поедем вкусняшек ну мы можем их поделить я хочу обе время компьютерных посиделок какой порой я хз у тебя была только одна задача и ты ее провалил тогда попробуй написать чье-нибудь имя поздравляю ваш аккаунт заблокировали докажите что вы не робот видимо в этом году компьютерных посиделок не будет я полный тупица который все запорол ты не виноват ты просто грабанный мудак причем в обоих своих состояниях сраный мудил ты просто грабанный мудак как ты смеешь со мной так я просто хотел подстебаться над тобой прости меня за это стоп чё ребята давайте жить дружно ты кто такой у ворон орел эксперт по дружбе какой же ты орел у орлов есть крылья мои крылья просто растут медленнее слушай мы типа заняты нашими посиделками у кумпа ты хотел сказать причинением другу вреда сам виноват что пароль не может вспомнить я хоть и в отставке но плохую дружбу я распознать в состоянии жил на свете парень что точно не я и были у него клянусь вам друзья болтали обедали в гости ходили но мой друг подозревал что его за спиной утравили он просил друзей с проектом помочь но никто даже слушать не стал ведь каждый из них сволочь и вот однажды разве мы не должны сейчас в интернете зависать походу он нам свою предысторию втирает у нас нет на это времени мы и так поняли что этот парень ты все верно в жизни у меня были сложности с друзьями из-за того что ты урод с крысиными глазками я ни капли не обиделся ведь у меня есть уверенность в себе крысиные глазки вот она я вспомнил пароль новое письмо от шваброголового нет писем для меня что с ним а вот и пример того что происходит когда вы не уважаете друг друга боюсь что этой дружбе кирдык почему этот беспозвоночный все еще здесь если исход ваших дел не катит просто скажите латы хватит покеда пока что насчет него вы его давили он ушел в себя и тусуется с более лучшими друзьями в своих мозгах ты имеешь в виду крохотный шарик в его голове воображаемые друзья никогда не покинут тебя вот они слева направо твой первый зуб воспоминания о ванне с пеной суббота тет застенчивый воображаемый старший брат кошка гусеница с трудночитаемым именем и конечно же ты ты можешь привести его в норму в этой ситуации мы просто наша это самое мы уже здесь наши полномочия все а если мы позовем тебя похавать в ресторан окей мы гордимся твоими даже самыми незначительными достижениями уходя в свое воображение ты не решишь проблем со своими плохими друзьями но это ведь мои мысленные друзья они не настоящие во всех смыслах это просто статичное изображение на которых выделили чуть больше бюджета похоже у вас проблемы я могу чем-нибудь помочь го слушать мой подкаст какой пароль от вайфая 4388 малень вообще-то ты должен использовать bluetooth кб опять маленькая b3 говори громче но я должен быть застенчивым давайте просто послушаем песню кошка гусеницы с трудночитаемым именем а то она расстроилась лады хватит хорошая дружба это уважать друг друга а не настаивать на своем что этот червяк вообще себе возомнил сегодня я расскажу как развить и прокачать свой бизнес под рекламу 1xbet это веселее танцевать чем под это время гуглить болезнь по симптомам что с ним стряслось в скобках лицо похоже на тот мем из 2010 года о онлайн доктор человек куст какая у вас проблема на желтый чудик сломался очень жаль он хоть дышит возможно конвейерный принцип основывается на 13 шагах куда вы уходите подальше от твоего раздражающего друга твой подкаст сделал это место унылым у вашего друга есть червь в мозгу да точно у него червяк в мозгу мой диагноз у вашего друга червяк в мозгу несите мои инструменты против мерзких жуков ах ты хитрец решил спрятаться от меня в подсознании своего подсознания я твой лучший друг мерзкий жук лейтел сорян что мало позависали глядя на вашу заботу друг о друге я преисполнился в познании дружбы вот вам суперкомпьютер зависайте в интернете сколько и когда угодно люблю вас ребята пока стоп так мы все же друзья да но я думал вы меня ненавидите за мою тупоголовость это просто червь в твоем мозгу жаль что сценарий разбивает в дребезги мораль и нам придется устроить драку друг с другом из-за того что я разобью этот компьютер думаю ничего плохого не случится если мы чутка нарушим канон и не будем этого делать все равно ты и так только что сказал как должна была закончиться серия один мертвый мерзкий жук что ты делаешь инвентаризацию одна плитка одна плитка одна плитка просто запиши как один пол и вообще где ты здесь видишь плитки если дальность прорисовки почти равна нулю как хочу так и пишу выкинь этот планшет он меня бесит я устал и я мухожук да как свалить отсюда я же просто хочу кто-то сказал транспорт нет но вот он сказал что ненавидит планшет этот дом и меня я этого не говорил я просто хотел смены обстановки все на борт на ногах своих далеко не уйдешь будет лучше если велик или в то возьмешь когда-то давно нашли колесо после в транспорт превратили его есть автобусы что людей везут ну есть самолеты это автобусы летящие в высоту лодки плавают на воде е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е он сдох а вот и нет все пошли дальше считать плитки почему бы нам самим не съездить куда-нибудь увидеть что-то получше нет мы не можем делать что-то сами без учителей сами справимся небо крутится это норм прошлый транспорт мне нравился больше привет потерялись могу помочь отлично через 300 метров поворачивай домой нет мы хотим съездить куда-нибудь глиняный холм не существует теперь это место не канон едем домой без тебя обойдемся согласитесь это намного лучше того чем мы обычно занимаемся дома дитя времени на твоем лугу троицы здесь нет что мне скучно ну так проведи инвентаризацию того что за окном мне не нравится мое окно когда я смотрю сквозь него она обратно смотрит сквозь меня быстро успокоились и смотрите мультики не расстраивайся скоро у нас этого изюма будет завались когда приедем а еще у нас будут соседи привет новенький давай-ка мы поможем тебе здесь обустроиться вот твой собственный совершенно новый дом и питомец и сосед и еще один сосед и он принес тебе подарок птичку жалко сигнал не ловит и как я узнаю как закончилась серия мульта про мужика и пса мы просто устроили поездочку кстати ты бы мог прекратить этот шум и вернуть мультики и отвести нас к соседям жри изюм пора продолжить инвентаризацию опять ничего не получается попробуй на это когда ты не можешь вспомнить что над тобой есть те кто побольше а над ними еще больше а над ними кто-то маленький над всем вот этим как я тебе это впишу в четыре клетки да что с тобой не так придется скормить этот испорченный кроссворд шреддеру может просто будешь вытирать тарелки кто-нибудь хочет что-то еще скормить шреддеру давайте скормим ему этот глупый сценарий не сначала давайте скормим счет пфф счет платить мы не будем не считаешь электричество крутым да ну тогда я сваливаю и забираю все электроприборы с собой все равно они вам не нужны стоп что посмотри на все что есть вокруг ты даже не знаешь почему включается телевизор друг наверное это феномен или колдайство неверно твоим мозгам пора узнать про электричество радио сканер и возможно хомяк они работают на электричестве без него им никак надо же какой я был чудак электричество ты меня простишь за мое невежество да слушай а где твои провода мои батарейки питают меня ты здесь на батарейках работаешь не одна мерзость надо поменять лучше лучше слово верх ты о чем твой кроссворд он он все решил не может быть а еще я сделал свою головоломку и кстати в этом счете даже тариф не указан а еще бы нам не помешала страховка имущества ломай ломай и деньги получай это так не работает чтобы получить деньги надо сначала заплатить деньги за страховку что за день сегодня все неправильно особенно ты даже по меркам серьезного тебя это не неужели мы теперь неправильные мне так не кажется зато думать теперь не больно но они расстроились из-за того что здесь нет меня которого они знают время урок о зеркалах до скорого чуваки вот ты где мы тебя ждали добро пожаловать в клуб больших умников мы тут учим по два предмета сразу границы все ясно тут такой же дурдом но удвоенный красота то какая лепота электричество кончилось как раз во время где ты бы электричество изучал и это все давайте лучше займемся чем-нибудь посерьезнее эксперименты черт подери красный где мы так и будешь стоять там мое имя лесли приятно познакомиться один из моих любимцев ты же не построила все это верно хороший вопрос давай так ты поможешь убрать весь этот беспорядок а я дам тебе ответы на твои вопросы ты же ведь это хотел не так ли а теперь убегай я могу остаться с тобой только когда выпустит третий сезон и меня раскроют как персонажа то есть нет ты не можешь когда-нибудь мы привыкнем жить в темноте не так уж это и круто я был бы не прочь посмотреть еще раз на наш дом и возможно взглянуть еще раз на тебя правда нравится смотреть на меня да полагаю мне тоже нравится смотреть на тебя мне надо кое-что вам пока вот ты где вот поэтому мы без электричества жить не можем и что ты нам хотел показать что-то измельчаемое что повелся думал что я действительно уничтожил оригинальную книгу как бы не так я так понимаю тебе нужен ответ какой истинный лор этого мира так и быть я дам тебе ответ на этот вопрос теперь ты понимаешь здесь нет четкого лора каждый don't hack me i am scarred персонализирован здесь все может быть каноном то что я есть тот самый дэвид возможно канон то что лысле могла быть моей матерью вероятно канон шип красный плюс кряква канон но тебе стоит знать что мы давно выбрались из этого кошмара временной петли или что там бы не держало нас в цепях может быть а может и нет опять же don't hack me i am scarred персонализирован так что сам решай что канон а что нет ну а мы пойдем бить блокнота за то что он мой портрет клоуна испоганил эфирная четверка что это за хрень во первых в эпизодах кучи от себя тен и во вторых я не ломатель четвертой стены в третьих ты потратила полтора года на это ну ну а сам ты потратил пять лет чтобы выпустить твой сезон и еще столько же было потрачено на создание веб-сезона я хотя бы снял что-то оригинальное интересно же какова цена твоей оригинальности так только не надо припоминать мне случай с кикстартером и взломанной кредиткой